А в чем мы похожи? Мы просто смотрим на русских, как на наши братья. Российская актерская школа считается одной из самых лучших в мире. В Сербии нет такого отношения, здесь более профессионально. Сербы вроде такие милые, обаятельные, но на дорогах они, что называется, дают жару. У нас даже есть друзья, ну, в полиции, которые нам просто отправляют сообщения, где работают камеры. Что русскому нужно влешать? Хорошего друга, который будет слушать, который будет общаться. Это проект «Мы и они на выезде», я его автор Мария Шахова. Вы часто спрашиваете меня, как же мы находим героев для своей программы. Я решила показать вам, как происходит поиск на самом деле. Городские экскурсии. Городские экскурсии. Городские экскурсии. Чао-чао, лепотицы. Может, мы экскурсия по городу? Конечно. Да, пошли. Любомир Ристич, Сербия. Влюблен в Россию с детства, благодаря рассказам отца и фильму «Брат». Переехал в Петербург по зову души. Строит карьеру актера в местном театре и мечтает о большой семье. До переезда успел покорить не только европейскую сцену, но и голливудские киноплощадки. Считает, что в Петербурге лучшая театральная школа, богатейшее культурное наследие и самый комфортный жизненный ритм. Субтитры создавал DimaTorzok Любомир, нам, конечно, сегодня очень повезло с погодой в Питере. Да, повезло сегодня. Вообще удивительное чувство, когда идешь по Питерским каналам, вот это вот, знаешь, представляешь себе, как здесь по набережным ходил Пушкин. Да что там Пушкин? Вся императорская семья. И вот это вот какое-то непередаваемое чувство. Да, возвращается такое викторианское время. Просто думаешь, в каких костюмах они ходили вот здесь, проходили все это. И еще зимой, мне кажется, это получше еще. Мы с тобой находимся на фонтанке. И это место действительно является историческим. Я его выбрала не просто так и решила тебе показать. Спасибо. Потому что ведь именно благодаря любви твоего отца к истории России ты и полюбил нашу страну. Расскажи, что он такого тебе рассказывал, что вдохновило тебя на переезд. Папа всегда мне говорил про Россию. Мы даже смотрели фильмы, смотрели, просто читали вместо книжки и все. Мне сразу это все понравилось, как так велика, огромная просто страна. Я был, мне кажется, четвертый класс в сербской школе еще. И папа просто один день приехал, сказал, слушай, сынок, я хочу тебя отправить в русскую школу. Помню, это был пятый класс, когда я приехал. Я слова русского языка не знал. Там уроки были на русском языке. Я просто сидел, думал, хорошо, как-то надо справиться. Я слушал, у меня еще были дополнительные уроки. В 6 утра я приезжал в школу, дополнительные уроки русского языка. И через год я уже как-то начал отвечать на вопросы, делать домашние задания. Ты говоришь о том, что очень полюбил Россию. Но, как мне кажется, мы русские или россияне тоже очень любим сербов. И я смотрела одно твое интервью, где ты как раз-таки говорил, что в каждом русском есть частичка серба, а в каждом сербе есть частичка русского. Вот что ты имел в виду? Да, вот это, что я заметил, это мы все радуемся тоже самое. Скоро я смотрел чемпионат мира по баскетболу. Я смотрел это в театре с коллегой. Просто я смотрю, как он радуется тоже для команды сербии. И как я тоже нервничаю, потому что мои плохо играют и все это. Он просто смотрит на меня вот так и как-то смеется и понимает, что это... Он, естественно, радуется. Но это, мне кажется, это связано все через историю с южными и с северными славянами просто. Это один народ, просто один пошел в юг, что-то там, южный, а вот это в север. А в чем мы похожи? Гостоприимство. Это то же самое, я заметил, как в Сербии. В Сербии это называется терпеза. Это перевод нету, но это когда приезжает кто тебя в гости, обязательно надо приготовить еду, закуски, все это. И постоянно, ну, гостю надо добавлять. Ну, пустой тарелки нету. Это просто невозможно. Если гост покушал уже, все, ну, надо еще добавить. Давай еще покушаем, еще выпьем. Это просто, что я заметил, что то же самое здесь в России происходит. Когда я был у друзей, они все говорят, давай возьмись еще, возьмись еще, покушай еще. А еще я знаю, что если русский человек приезжает в Сербию, и кто-то из местных узнает, что ты из России, то тебя могут бесплатно накормить, напоить. Почему так происходит? И правда ли это вообще? Это правда. Мы просто смотрим на русских, как наши братья просто. И, ну, я знаю, когда у меня приезжали гости из России в Сербии, в каждом ресторане просто было, о, давайте возьмите сербский кофе. Это, ну, это не сербский кофе, это больше турецкий кофе, который у нас остался через историю еще. Но это называется как сербский кофе. Обязательная еда, это просто для сербов нам руан, как говорится. И, ну, очень много мяса. У нас огромные такие порции, по 600-700 граммов по человеку, и это просто мясо. И, ну, как говорите, надо, там должна еще закуска, закуска тоже огромная, суп обязательный, хлеб. Без хлеба вообще не живем как-то в Сербии. Это обязательно с каждой едой надо хлеб взять. Русские обожают это просто все. Это мясо, это у нас такие еще турецкие дезерты, тулумбы, баклавы, все это. И просто, когда у нас приходят русские в гости, это обязательно надо. Любомир, ну, ты знаешь, ну, несмотря на сходство наших менталитетов, все-таки ты приехал в другую страну. Да. Насколько было тяжело и с чем ты таким необычным столкнулся здесь? Я хотел здесь переехать сильно. И когда я переехал, я столкнулся с одной проблемой. А это было просто приготовить все эти документы, которые нужны до переехать здесь. Вот так я обожаю Питер, обожаю Россию, обожаю народ вообще, театральных зрителей, всех, которые я встречал. Я просто постоянно что-то смотрю, изучаю и просто думаю, как здесь просто прекрасно мне. Не знаю почему, но мое сердце чувствует, что мне лучше здесь, чем в Сербии. Еще я знаю, что у сербов есть такое слово, как палака. Это же означает помедленнее. Да. Я, честно говоря, не очень люблю Санкт-Петербург, как раз-таки по причине того, что здесь все очень медленно. По сравнению с Москвой практически ничего невозможно сделать. Тебе как вообще вот этот питерский ритм? Не кажется ли он тебе слишком быстрым по сравнению с Сербией? Насколько я понимаю, в Сербии и еще медленнее все. Да, в Сербии это еще медленнее. Палаку это для сербов жизнь. Не надо никуда торопиться, все медленно, все. Надо просто жить медленно. Есть вот такой ритуал просто утренний. Просыпаешься, наливаешь в себя кофе, пьешь кофе, потом завтракаешь, потом еще один кофе перед этим, что тебе надо уехать из дома. И пойдешь, поработаешь чуть-чуть. Ну давай, сейчас звони какой-то друг, друзья, давай пойдем на кофе вместе. Пойдем на кофе вместе, поболтаем, что случилось вчера, что делал сегодня. Это заканчивается около, не знаю, 6-7 часов вечером. Приезжаешь домой, чуть-чуть отдыхаешь, может быть, давай сейчас пойдем еще выпьем один кофе. У нас все это связано с копой. Когда ты ходишь здесь, в Питере, по набережным, вдоль каналов, кем ты себя представляешь? Я думаю просто о себе и о том, как можно, как раньше было жить здесь. Ну в 1850 году, как это все было, там лошади, все это, вагоны, это все. Для меня это просто, ну мне кажется, что я родился в не то время, что мне надо было родиться тогда, чтобы все это пережить. Честь была какая-то в этом. Просто мужчины были настоящими просто такие, любовь была настоящая. Поэтому мне и нравится такое время. Сейчас этого не хватает? Да, да. Мне кажется, из-за этих социальных сетей и всего этого, что мы смотрим на всех этих каналах и по интернету, что это просто теряется. Теряется настоящая любовь, теряется просто все из-за того, что что-то нам показывает, что не так. Мы подходим к Мариинскому театру. Мне кажется, все вот эти важные качества, как гордость, настоящая любовь, они никуда не уходят из нашей литературы. И, конечно, они никуда не уходят из нашего прекрасного театра. И я думаю, не тебе ли, как служителю Мельпомены, это не знать. Вот справа у нас старое здание Мариинского театра, слева новое. Мариинский театр — это второй практически по величине и, наверное, может быть, даже первый по значимости в России, потому что Мариинский театр был назван в честь супруги Александра Второго, великого императора, императрицы Марии Александровны. И построили его здесь как раз-таки после того, как на этом месте сгорел цирк. И изначально планировалось, что это тоже будет театр-цирк, но вырос он в то, во что вырос. Да, Мариинский театр, он очень знаменит даже в Сербии. Но раз у нас зашла речь про театр, я предлагаю поехать к тебе на работу, посмотреть твой театр. Немножко расскажешь нам о том, что вы делаете, какие постановки ставите там. Давайте. Мне кажется, это абсолютно прекрасная идея. Субтитры создавал DimaTorzok Любомир, мы с тобой находимся в театре БУФ. И хочу здесь поговорить о твоем профессиональном становлении. Насколько мне известно, ты был баскетболистом, именно в большом спорте. Потом получил травму спины и решил пойти учиться актерскому мастерству, потому что твоя бабушка была актрисой. Правильно. Расскажи, как ты попал сюда, в Петербургский театр? Ну, баскетбол, это было как главное у меня в жизни, потому что в Сербии в 90-х это было как-то страшно чуть-чуть. Ты жил в одном районе, я жил именно в этом районе, который был очень опасный. И папа думал, ну, хорошо, как можно спасти ребенка от такой судьбы, чтобы он не закончил на улице из какой-то мафии или чего-то. Показалось, что у меня есть какой-то талант к баскетболу. Мне выбрали в хорошую команду потом в Сербии, это ФМП «Железник». Они были чемпионами в Сербии. Я играл потом в Америке, папа думал, что я пойду в МБА, но это как-то не получилось. Вернулся обратно в Европу, играл в Румении, в Иерусалиме и потом в Белоруссии. В Белоруссии у меня получилось второй раз травмы на спине. Вернулся в Сербию, обратно. В каком-то моменте я думал, ну, что делать дальше в жизни? Да, сейчас у меня 22, что делать дальше? Я вспомнил, что бабушка была актрисой, и что мне всегда это нравилось. Это история, ну, театра, фильмов, всего этого. Я позвонил Академии искусства в Сербии, сказал, здравствуйте, я Любомир Истич, я бронзовый призер чемпионата Европы до 16 лет. Я бы хотел попробовать попасть на Академию искусства. Ты ведь служил в Сербии, в театре и даже снимался в голливудских фильмах. Да. Как ты попал сюда, в Петербург? У меня всегда было желание, ну, приехать в Россию, сниматься в России, играть в Россию. Ну, как-то для меня больше как менталитет был российский, ну, чем Голливуд. И через фонд культуры в Сербии они мне помогли связаться с театром и приехать здесь на пробу. У меня тогда был еще ужасный акцент, хуже, чем сейчас. Я думал просто, ну, может быть, они не заберут меня. Ну, мне посмотрели, сказали, мы будем ради работать с тобой, иди домой, готовь документы и приезжай. Ну, это был процесс, ну, сколько там, год, я все приготовил и просто переехал здесь. И в одном из интервью ты сказал, что ничего не может сравниться с российским театром. Что ты имел в виду? Ну, это вообще по-другому отношение к театру. В Сербии нет такого отношения, здесь более профессиональное. Я знаю, мы приходим здесь на репетицию перед спектаклем, этого нет в Сербии. Ну, просто мы репетируем спектакль в Сербии, репетируем и репетируем, мы делаем премьеру. Потом просто приезжаем, ну, 20-30 минут перед спектаклем, готовимся и выезжаем на сцену. Здесь у нас по-другому совсем. Здесь мы уже с трех часов, мы в театре, репетируем каждый танец, у нас вокальная репетиция. Потом мы идем в грим, потом идем в костюм, и вот начинается спектакль до вечера. Поэтому, мне кажется, это более профессиональное отношение к театру, чем это в Сербии. А отношение зрителей в Сербии, отношение зрителей в России, оно отличается? Потому что для нас в России, ты знаешь, театр — это, ну, не знаю, это целый ритуал. Отличается, да, к сожалению, отличается. Раньше в Сербии это было нормально, тоже, как здесь в России, ну, готовишься к театру, хорошая одежда, хорошие костюмы и все. Сейчас это уже нет так, не знаю почему, но в Сербии сейчас очень мало зрителей вообще в театрах. У нас есть хорошие спектакли там в Сербии, но как-то это отношение вообще к театру изменилось. Ну, культура, театральная культура изменилась. У нас приходят очень старые зрители, а здесь я вижу просто разных зрителей. От молодых, от 16, 17, 14, еще детские спектакли, которые у нас проходят. Я тоже работал в Сербии в детском театре. Но это опять как-то не это, что я здесь чувствую, как другого зрителя, который имеет уважение к этому театру, который смотрит на этот спектакль внимательно и так смотрит на всех актеров, и даже есть любимые актеры в театре. В Сербии такого нет, только есть любимые актеры в сериалах, в фильмах, но в театре, театре это совсем другое. Даже я чувствовал в этих разных спектаклях, в которых я играл в Сербии, не чувствовал этот катарсис от зрителя, что он получил катарсис. Просто чувствовал, что он приехал, посмотрел и все. А здесь я смотрю на зрителя, когда финал спектакля, я смотрю в глаза зрителя, я вижу, что он именно имеет этот катарсис, который просто он плачет, смеется, он веселый. И мне как актеру это очень-очень важно, потому что я знаю, что я тогда сделал свою работу как надо и отлично. Российская актерская школа считается одной из самых лучших в мире. И в большинстве стран до сих пор учат по системе Станиславского. Как ты считаешь, в чем вообще вот этот феномен? Ну, это начало просто. Станиславский сделал свою систему отлично. Ну, мы в Сербии тоже работаем по Станиславскому, но чуть-чуть по-другому. У меня кажется, что в Сербии это сокращенная версия всего этого, что здесь делают, ну, как учатся здесь в России. Потому что здесь знается все. Здесь больше профессора и мастера отдаются на вокал, на танцы. Это более все профессиональное, на высшем уровне, чем в Сербии. У нас это просто все как-то чуть-чуть дотянемся от этой темы и все. Дальше это просто на тебе, как изучать дальше. Ну, может быть, это из-за баллони, которая устроена в Европе и в Сербии, чтобы нет точных предметов, которые очень важны для актеров. Это психология, танцы, вокальные репетиции. Это все у нас проходит очень быстро. И у нас на Академии, я помню, были такие предметы, как пиар, маркетинг. Я помню, у меня был вопрос, почему именно пепси стоит снизу на полке в магазине, а почему кола сверху. Просто спросил профессора, извините, но я актер, почему мне надо это знать? Профессор говорит, никогда вы не знаете, где я закончил. Поэтому у меня было просто такое ощущение, что просто вы нас не готовите, чтобы мы были актерами, но просто, ну, если мы станем актерами, это хорошо, а если мы не станем, ну, вот, будет работа в магазине. А почему, вот, как тебе кажется, Америка ориентирована там на фильмы и на сериалы, а мы ориентированы скорее на театр? Это более традициональная история. Это в крови каждого, мне кажется, русского, что надо приехать в театр. Это, как мне говорили здесь, это приготовка к театру, это просто, вот, костюм, хорошее платье у девушек. Это просто вечеринка, на которую они приезжают, чтобы отдыхали, посмотрели, посмеялись. Может быть, есть такое, что, ну, живой театр, он переносит какую-то эмоцию лучше и больше, чем в фильм. В фильме, да, мы снимаем фильмы, можем повторять 50 раз, чтобы сделали это хорошо, а в театре не прощают никаких ошибок. То есть я правильно тебя понимаю, что русским живых эмоций нужно намного больше, нежели людям из других стран? Ну, да, мне так кажется. Знаешь, для меня искусство, в том числе кино и театр, это вот что-то про сближение людей. Это то, что стирает границы между национальностями, между странами, между взглядами. Это то, что объединяет нас. И актеры в этом смысле являются некими проводниками. И достаточно, ну, обидно, что ли, или даже, не знаю, неприятно, что чаще всего культура отмены, которая действует на Западе, она применяется непосредственно к российским деятелям культуры и очень часто даже каким-то классическим произведениям. Что ты думаешь об этом? Ну, культуру вообще не надо трогать, историю не надо трогать. Это не имеет никакого значения. Тоже так в фильме, музыка, да, музыка – это самое, которое делает такие эмоции у людей, которые сближают людей. Просто мое мнение – это что не надо трогать это все. А много людей вообще в Сербии так или иначе тянутся в сферу искусства? Ну, то есть хотят быть актерами, актрисами. И насколько это хорошо оплачивается вообще? Очень мало людей тянется к искусству вообще в Сербии, потому что, ну, может быть, у нас потерялась эта культура. И почему-то у нас максимум, которым можно попасть на академию – это 12. А здесь мне говорят, что можно 30 студентов набрать на академию. У нас самый максимум – это 12. И даже некоторые академии тяжело набирают даже 12 человек. А где вообще проще добиться популярности – в России или в Сербии? Мне кажется, в России. Мне кажется, в России. Потому что в Сербии надо много-много-много работать, чтобы стал знаменитым. А здесь? Здесь уже в театре, если вы хороший театральный актер, вы уже как-то знаменитый, тебе уже знают. В театр приходит много людей, поэтому это уже огромный набор зрителей, которые смотрят тебя. Поэтому мне кажется, что здесь как-то более лучше набрать. Любомир, ну раз уж мы начали сравнивать наши культурные сходства и отличия, я предлагаю продолжить эту тему, но уже немного в другом месте. Мы прогуляемся с тобой и посетим одно, мне кажется, такое традиционно питерское место. Абсолютно потрясающий вид. Санкт-Петербург является второй столицей, или, как говорят в народе, культурной столицей России. Здесь, конечно, можно изучать культуру, просто бродя по улицам в любое время года. Но ты знаешь, многие экспаты из России или просто даже туристы из России, которые приезжают в Белград, говорят о том, что он очень похож на Санкт-Петербург. Сравнивают архитектуру, улочки. Ты вообще как считаешь, есть какие-то схожие моменты? Есть. Сейчас в старом центре Белграда есть такие здания, как вот этот желтый, который прекрасный. Маленькие такие улицы тоже есть в Белграде. Но есть какие-то... По архитектуре есть чуть-чуть что-то похожее. Но опять, мне кажется, в сравнении с этим питерским каналом, вот как сейчас смотрим, такого нет. Мне кажется, есть еще одно очень большое различие. Как по мне, просто огромнейшее. Потому что, с одной стороны, Сербия вроде как Европа. И в Европе давно уже запрещено курение, а в Сербии нет. То есть вот я помню времена, когда в России курили фактически везде. Это же просто кошмар. Ты приходишь в какое-нибудь кафе, посидишь там пару часов с подругой, потом приходишь домой, от тебя просто несет табаком. Ну, это невозможно. Как вообще сербы относятся к тому, что курить разрешено везде? Ну, мне кажется, если в Сербии запретили курение в кафанах, ресторанах и клубах, чтобы там началась какая-то гражданская война. Это просто культура Сербии, которая долго там стоит. Это обязательно кофе, сигареты. Мы не живем без этого. Это просто наше утро, обед, ужин. Без того невозможно. Поэтому, да, мы как-то в Сербии стремимся к Европе, но это как-то не получается еще. Есть этот сербский менталитет, который это не позволяет. Даже если они пытаются все сделать Белград европейским, он еще не европейский. Он настоящий Балкан. Ну, ты знаешь, это немного странно с точки зрения того, что Сербия ведь считается одной из самых спортивных стран Европы. То есть вы курите и занимаетесь спортом. Как это возможно? Ну, как мне раньше, это тренер мой говорил, когда я занимался профессионально баскетболом, все это на тренировке уйдет просто из тебя, из организма. Там это мы в Сербии называют вентиль. Это как-то надо какой-то расслабиться от всего этого. Ну, потому что в Сербии спорт это очень-очень серьезно. Я помню, когда у меня было 14, у меня уже было три тренировки в день. Ну, ты был профессиональным спортсменом? Ну, да, да. Ну, и сейчас тоже, если молодой человек занимается спортом с 14, он уже тоже в профессиональном спорте. Не знаю, насколько ты заметил, здесь в Питере вообще спорт тоже активно развивается, строят новые спортивные площадки и турники во дворах. люди бегают по набережным и утром, и вечером, и днем. А в Сербии такое есть вообще или нет? Есть, есть. Ну, все в Сербии занимаются спортом. Им это очень важно. Мужчины обязательно. То есть это модно сейчас, так же, как и у нас? Ну, не знаю, если модно, но для меня это очень важно. Ну, просто такая работа, и продукты, мне кажется, которые сейчас мы кушаем, они чуть-чуть не такие, как и раньше просто. Ну, даже в Сербии, мне кажется, что они не такие. А вот здесь, мне кажется, я почувствовал разницу между помидорами. Вкус помидоров был по-другому, чем в Сербии. Я просто подумал, господи, это лучше, чем в Сербии. Так что я обожаю здесь этот розовый помидор, как его называют. И еще разница появилась. Я помню, я был в магазе, хотел у нас есть, ну, вас. Здесь это зеленый лук. У нас называется молодой лук. Поэтому было очень смешно, когда я сказал, здрасте, мне нужно 500 граммов молодого лука. Просто все посмотрели на меня и сказали, а что это молодой лук? Ну, я говорю, ну, как вам объяснить? Молодой лук, молодой лук. Ну, как-то не понимаем, у нас есть лук, чешнек, что вам нужно? Так что мне надо было искать, показать, вот это, вот это, это молодой лук. Любомир, ну, не могу с тобой не затронуть тему автомобилистов. Ты недавно перевез сюда, в Питер, свою любимую машину, насколько мне известно. Мне интересно узнать, каково это здесь в России, быть водителем. Почему я спрашиваю? Потому что, несмотря на то, что сербы вроде такие милые, обаятельные, но на дорогах, они, что называется, дают жару. Проехать на красный легко, припарковаться где-то на пешеходном переходе или на бордюре, да вообще без проблем. Да, да, это, это, это вождение по-сербски, настоящим сербским. У нас даже есть друзья, ну, в полиции, которых мы знаем, которые нам просто отправляют сообщения, где, где работают камеры, где не работают камеры. Так что мы в сербе знаем, ну, в каждом углу, вот здесь можно на красный, вот здесь можно гонять столько и столько, потому что у нас есть информация. Красный цвет, припарковаться, просто, то вот мне надо здесь купить сигареты, взять кофе, давай я сейчас остановимся просто на этих аварийках стану на, ну, 4-5 минут. Даже получается и на 15-20 минут, пока мы выпьем кофе, встретил какого-то друга нашего, о, поболтали чуть-чуть. Так что, да, есть разница. Я заметил, и когда, ну, первый день самостоятельно здесь ходил, мне уже говорили, слушай, в светофоре не проезжаешь, камри есть, нарушение скорости тоже, камри есть. Ну, как-то получилось, что сербские номера не получают штрафы. Поэтому ты гоняешь здесь? Я гоняю здесь, да, по-сербски просто. Привычка такая, ну, как-то медленно по городу ехать 60, поэтому надо 80 или как-то. А ты знаешь, что у нас здесь в России, если на знаке написано, например, 60, то ты можешь ехать 80, то есть плюс 20. Да, да, да. В Сербии есть такое? Есть тоже, но у нас огромные штрафы. Это разница. А, то есть у нас же нет за это штрафа как раз. А у вас нет штрафа. У нас есть штраф, и он стоит около 50 евро. Ругаемся много, когда мы за рулем. Много. Это просто у нас, не знаю, что происходит, но когда мы за рулем, мы просто меняемся, и это просто начинаются такие ругательные слова, что это невозможно просто сказать. за последние пару лет в Сербию переехало очень много русских. Как вы вообще, как сами сербы вообще относятся к этому? Ну, в Сербии относятся к этому положительно, потому что открываются многие компании русские, где в Сербии получают работу. Потому что, да, мы как-то стремимся к Европе, но у нас зарплаты не такие, как и в Европе. А цены на бензин, на мобильную связь, на интернет домашний просто огромные. И семья вообще борется как-то пережить с этими деньгами, которые они получают. Даже у меня друг работает бухгалтером, но он мне говорит, слушай, брат, я за месяц все, что заработаю, я даже переживаю с этими деньгами. Это мне тяжело, это я, жена, три ребенка, машина, и у нас просто, ну это не можно сказать, что я живу нормально, я переживаю. А если сравнивать вот эти затраты с затратами здесь, в России, насколько они отличаются? Много, много. Я смотрю, вот мобильная связь, это самое, что я впервые заметил. здесь, ну можно сказать, это такой пакет стоит 350 рублей. Полностью там есть бесконечный интернет, все. В Сербии такой пакет стоит около 40 евро. Огромная разница, да, это бензин, там здесь сколько, 55 рублей, а в Сербии уже 250 рублей литр. А я знаю, что ты сейчас покупаешь здесь квартиру. Да. Расскажи вообще разницу в ценовой политике и насколько сложно или наоборот легко здесь купить квартиру по сравнению с Сербией или с Белградом. Ну, сейчас могу сказать, что в Сербии квадратный метр стоит дороже, чем в Питере. При том, что у вас зарплаты меньше. Да, да. И вообще разница здесь в Питере, что, не знаю, это очень интересно, я смотрел скоро, сколько стоит какая там квартира. Есть квартира за 10 миллионов центра 75 квадратных метров, а напротив ей есть квартира 50 квадратных метров 28 миллионов. Вообще эта разница меня удивляет постоянно, потому что не знаю, как выбрать, что там, какие там проблемы. Интересно получается, я тебя слушаю и до конца не понимаю, то есть с одной стороны сербы вроде как бы приближаются к нам, то есть тянутся скорее к нам, любят нас, считают нас братьями, но с другой стороны и хотят в Европу тянутся к европейским ценностям. И вот если говорить о ценностях, то здесь для нас в России базовыми ценностями конечно же является семья, то есть семья на первом месте. Тогда как в Европе, например, на первом месте это скорее личная реализация, работа, это деньги. Как ты считаешь, в Сербии куда все-таки смотрят, в какую большую сторону? мне кажется, это зависит от семьи просто и как в себе тебя учили в семье. Большинство сейчас идет к этому, что надо как свою карьеру сделать, заработать деньги, а потом построить семью. Как-то это не получается. Вот пример моего друга, у которого 36, еще до до сих пор нет девушки, он еще пытается заработать какие-то деньги, пытается купить квартиру и все, а никак не понимает, что время проходит, и что скоро он будет слишком старый, чтобы был отцом. это тяжело, просто когда маленький ребенок бегает, а у тебя не знаю 40, тебе тоже надо энергия, чтобы ты бегал за этим ребенком, чтобы вы вместе игрались и все. Какой средний возраст вообще, когда люди, ну то есть вот у нас здесь в России, как мне кажется, очень много людей, которые живут в крупных мегаполисах, типа Питера или Москвы, они как раз таки чуть позже женятся, или там создают семьи, выходят замуж, рожают детей, а те, кто живут в небольших городах, по-прежнему там достаточно рано это делают. В Сербии как происходит? Так же? В Сербии так же, но просто в Сербии это начинается с 33, 35 и больше, а в маленьких городах это уже там 23, 22, 24. Ну папа меня, когда меня было, сколько, его было 30, я родился тогда. Так что для меня это идеальная разница, потому что он еще меня понимает, я его считаю своим самым лучшим другом, могу сказать ему все, а уже если бы он был старше, не знаю, как бы у нас было какое там отношение, если бы он был уже старым, как ему сказать все, как его спросить вот это, если он вообще понимает, что происходит со мной. Вот так, если ты молодой, и еще ребенок у тебя такой, у вас есть другое со всем отношение. Любомир, мне так нравится, как мы с тобой сравниваем наши страны, и мне кажется, это очень подходит под тот вайп такой питерский, крыши, но я все-таки хочу немного подытожить наше сравнение, и так, более точно. Давай я буду называть тебе сферу жизни, а ты будешь ставить оценки от одного до пяти. Можно. Безопасность на улицах города. Пятерка, скажу. И там, и там? Ну, да. Почему? Я здесь заметил, что здесь, ну, и в Москве, и в Питере много политических на улицах, так и в Сербии тоже, так что безопасность, мне кажется, что один другой город очень безопасный. Чистота на улицах в России и в Сербии. В России пятерка в Сербии три. Разница огромная, просто здесь постоянно убирают. Я первый раз здесь увидел, что они чистят улицу каким-то, не знаю, пеной какой-то. В Сербии так не делают вообще. Ну, и там чистота проблема в том, что все курят много, много мусора есть. здесь как-то более сделано, лучше сделано. Ну, как Франция и в Париже. Все думают, что это очень, ну, чистый город, вообще там получается, там много мусора и всего. Транспортная система. Опять я скажу, это Россия пятерка, Сербия два. Метро. Самое главное метро. В Сербии нет метро вообще. У нас трамваи, троллейбусы и автобусы. И из-за того происходят огромные пробки. Ну, именно в Белграде это огромные пробки, потому что маленький город, а очень много жителей там есть. Сколько, больше 2 миллионов жителей. И когда они строили Белград, они вообще думали совсем по-другому, что не будет столько народа. Так что получается, что наш главный мост просто перезагружен. И там пробки, ну, люди могут стоять по два часа вообще не могу доехать до работы. Никуда не можно побежать с этой пробки. Поэтому транспорт, как метро, это сильно помогает. И поэтому я даю огромный плюс на это. любомир, любомир, а вот и сюрприз, который я тебе обещала. Я знаю, что ты любишь фильм «Брат», и поэтому я решила провести тебя по основным местам, где снимался этот фильм. К сожалению, или скорее к счастью, спустя несколько десятилетий большинство из тех мест, где снимались сцены, претерпели настолько невероятные изменения, что их практически невозможно узнать. Но, к примеру, этот двор плюс-минус остался узнаваемым. Ты помнишь, что за сцена здесь была? Да, я помню эту сцену. Это когда он на базаре убил Чечена. Он сбежал с этой страны, и вот здесь куда-то стоял мусор, старая стрельная машина, где он брос пистолет, одежду, переоделся, и потом побежал в этом направлении. Потом на его стреляли. Помню, эта сцена. Эта сцена такая крутая. Очень нравится. Расскажи, почему тебе вообще так понравился этот фильм? Потому что это есть свой стиль, и просто мне нравится такой, ну, Питер, какой он показан там в этом фильме, он такой серый, но опять есть что-то красивое в этом Питере. И мне нравится просто, как актеры сыграли все это, и самый этот сюжет фильма. Знаешь, помимо этого этот фильм не просто так обрел такую большую популярность среди российского общества, Дело в том, что, как мне кажется, Балабанов показал то, что на тот момент многие люди уже понимали, но как будто бы боялись признать. Это был определенный переход от социалистического общества к индивидуальному. И, наверное, именно тогда человек стал человеку волком. Знаешь, в какой-то момент семья перестала быть тылом, общество раскололось. И мы долго смотрели за океан, искали правды, искали свободы. И вот, наконец, нашли то, что искали. Ну да, одиночество. Это тоже что связывается с Сербией. Тоже такой период был в Сербии. Тоже такое поменение всего этого. Такие года просто были. Мне кажется, вот что у нас связывает просто то, что мы искали, что мы нашли это одиночество просто. Да, и ты знаешь, но несмотря на то, что это ну такой достаточно, как мне кажется, сложный фильм для восприятия, тем не менее, в нем достаточно много романтики, потому что Данила Багров остается таким секс-символом, как мне кажется. Очень многие девушки обращают на него внимание, у него то тут, то там случаются романы. Я не могу не спросить тебя о том, как все-таки девушки в России и обращают внимание на тебя, на красивого, высокого серба, да еще и актера. Ну, как-то еще не заметил, мне кажется, просто потому, что я больше ориентировался к этому, ну как настроить себе жизнь здесь, потому что вот переехал в Россию, вот театр и все, как-то еще не заметил, но мне кажется, что все нормально относятся к мне, а я не смотрю на это, что я как-то красавец, что-то. Мне это просто нормальный серб, Ты сейчас напрашиваешься на комплимент, видимо? просто. Или у вас для Сербии, я так понимаю, в принципе нормально, что мужчина высокий, красивый, то есть это скорее про норму, да? Ну, это норм, да. Я еще там среднего роста, можно сказать. А, даже так. мы с тобой находимся в еще одном знаковом месте, где снимался фильм «Брат». Да. Думаю, ты, наверное, узнаешь эти набережные. Это когда он приехал только в Питер. прогуливался по ним, да. Знаешь, еще один, мне кажется, такой большой смысловой пласт. Это тема больших городов и безразличия людей друг к другу. Потому что Данила, как неприкаянный, ходит, он ищет свою семью и находит ее так же, как не находит любовь, не находит дружбу. И это вообще какая-то очень такая больная тема больших городов. Потому что люди имеют какую-то свою цель, идут к ней, могут достичь каких-то больших вершин, но при этом никто никому не нужен. И мне кажется, что и сегодня это большая проблема. И, насколько мне известно, в Сербии это тоже большая проблема. В том числе девушки в первую очередь сегодня стремятся построить карьеру, нежели отношения. Возможно, в этом плане, конкретно в мегаполисах, мы с ними похожи. Это вообще так или нет? Как ты на это все смотришь? Это очень интересный вопрос и отличное сравнение. Потому что, да, девушки сейчас просто смотрят больше на карьеру, чем на отношения, на семью. Им как-то не важно вообще в первых семья. Даже я встречался в Сербии с таким, где просто девушки говорят, слушай, мне вообще не важна семья, я хочу построить себя, я хочу пропушить, шутывать все это. Мне кажется, что вдвоем можно все это сделать. Ну, вдвоем это легче, чем в одиночестве. Но почему-то девушки так решаются в Сербии, в одиночестве, ехать за своим, как там, карьерным успехом и всем. А в России как? Российские девушки? Что я заметил, они чуть-чуть по-другому. есть таких, конечно, но есть таких заботливых, которые любят своих мужчин, которые помогают своим мужчинам, чтобы они стали тоже успешными, чтобы вместе строили, как я это говорю, империю. Давай вместе построим все, и нам будет вместе отлично. Мне кажется, что есть разница между русским девушками и сирпским девушками. Русские девушки все-таки стремятся к отношениям. Да, они стремятся, да. А я знаю еще один такой факт, не знаю, ты меня поправь, если это неправда, что в Сербии чаще всего мужчинам задают вопросы, типа, а что это ты еще не женат, а пора уже жениться, тогда как у нас в России в основном все эти вопросы адресуются женщинам. Часы тикают, пора рожать, и вот это все по себе знаю, честно. Это так? Да, это так, это пример, как бабушка приезжает в гости, в семью, и просто говорят, сынок, а почему ты уже не женат, ну уже пора, смотри, сколько у тебя лет, надо жениться, надо строить семью. Так что да, спрашивают постоянно в мужчинах, почему они этого не делают. А почему так происходит, почему не женщинам? Да не знаю, просто так, потому что я мужчина мне тоже там спрашивал, тетя, бабушка раньше спрашивали, постоянно, кто там из семьи и дальше спрашивает, о, как дела, ну ничего там не спрашивают про работу, все, есть девушка, поженился, есть какие плани, поэтому не знаю, почему девушек именно не спрашивают, но мужчина спрашивает. Может быть, это как-то связано с построением семьи и с распределением обязанностей в семье, потому что, насколько я знаю, в Сербии чаще мужчины занимаются домом, домашними делами и детьми, а женщины работают, это правда? Ну, это как-то зависит от договора. Раньше это было тоже, как это патриархат, как назывался, это мужчина, это глава семьи, он работает, он приносит домой деньги, еду, все, женщина остается домой с ребенком и все. А сейчас это по-другому, сейчас уже все это по договору, ну, как пример, моя сестра и ее муж, они по договору, просто она занимается молекулярной биологией, он просто, он работает в какой-то там фармацевтической компании и вместе все договорается, кто будет готовить, когда будет готовить, когда кто будет убирать, у них такая программа, просто дневная, домашняя программа, кто что будет делать. Вот мы пришли с тобой в еще одно место, в котором снимали брат. И ты знаешь, образ Данилы Багрова, конечно, очень полюбился российскому зрителю, и я думаю, что это неспроста. Данила такой простой, настоящий, живой человек, который борется за справедливость, он готов подарить любовь, помощь, доброту всем, кто в этом нуждается. но весь трагизм его образа в том, что это никому не нужно. Мне кажется, это достаточно такая сильная эмоция, которая и трогает вот эти наши внутренние качества. Любомир, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. И я думаю, неспроста тебе полюбился фильм «Брат». Думаю, что ты прочувствовал нас и готов ответить на эти вопросы. Давай посмотрим. Три главных качества русской души. Гордость, честность и упорство. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. оплатный общественный транспорт, очереди в красных текстильщиков и метро. Еще как-то привыкаю к метро. А в Сербии бесплатный общественный транспорт? Ну, как-то для нас бесплатный. Мы никогда не оплачиваем. Зайцем ездили? Ну, просто заходим, нас спрашивают, мы просто говорим, не понимаем по-сербски и все. А, это лайфхак. Лайфхак. Что русскому нужно для шести? Я бы сейчас сказал, ну, как в песне сербской, сербу нужно очень мало для счастья, но мне кажется, русскому нужно дружество. В смысле, того хорошего друга, который будет слушать, который будет общаться, который будет тут за его. Вот это, что ему нужно за счастье. Спасибо тебе большое за это интервью. Спасибо тебе за то, что провел эти несколько дней с нами. И, несмотря на то, что мы активно сравнивали две наши страны, мне кажется, все-таки главное помнить, что хорошо там, где мы есть. в Питере, как всегда, непредсказуемая погода. Вроде вот только светило солнце, а уже небо заволокли тучи, и вот-вот ливанет дождь. А это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии, ведь мы все читаем. И, конечно же, подписывайтесь на нашу группу ВК и Телеграм-канал, ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok